Времени доброго, друзья, вам всем. Я Александр Малко, доктор классической медицины и медицины ресурсной. И в наших с вами видео мы говорим на разные темы, но в одном направлении. Здоровье своими руками дома. Тем более, что последние почти два месяца они вот так вот отразились на нашей жизни, что здоровье стало еще более значимым. И ты, если я дома как-то задумался, что надо что-то делать дома, делать это постоянно, делать за благовременно, для того, чтобы оставаться здоровым. Мы обсуждали разные вопросы касаемо здоровья в принципе, а сейчас во второй же передаче, или в третьей, мы говорим детально про какие-то проблемы. Мы вот берем одну проблему, с вами ее смотрим, как она выглядит, и решаем, как своими руками дома или выздороветь, или не заболеть. И сегодня на повестке дня у нас одна из топ задач всего человечества – это сахарный диабет. Диабет сахарный. Вы можете сами убедиться, или наверняка уже знаете о том, что сахарный диабет занимает одну из пяти верхних строчек во всем мире по причине, среди причин смертности. Вот, если говорят про причины смертности, то диабет где-то в пятерку обычно входит. И его количество нарастает во всем мире, во всех странах, абсолютно независимо от того, страны, страны первого мира, второго, третьего, развитые, не очень развитые, развивающиеся страны, диабет сахарный растет. Он растет в количестве, он растет в жесткости, и еще он омолаживается. Выделяют несколько форм диабета, но эта информация общедоступна, я о ней сейчас говорить не буду. Скажу про диабет, как в сумме, про болезнь, независимо от форм. Почему такая болезнь развивается вообще? Есть ли причины, которые обычный человек, вот просто ходя по улице, обычный человек, не имея отношения к медицину, мог бы остановиться и сказать, я знаю причины сахарного диабета, почему он вообще возникает, и соответственно, что сделать для того, чтобы он не возникал. Многие думают о том, что сахарный диабет буквально появляется от съедания белого сахара. Я, кстати, встречаю такую версию у совершенно здравомыслящих людей, которые читают умные книги и вообще имеют образование. Я должен сказать, что, конечно же, сахар белый не при чем, хотя в итоге, после наступления такой болезни, как сахарный диабет, переносимость легких видов глюкозы, в том числе белого сахара, рафинированного, снижается. Снижается. То есть, переносимость снижается, но прием сахара не является абсолютно причиной развития сахарного диабета. Если мы исключим формы генетические сахарного диабета, которые обычно появляются в первые 10-12 лет жизни, это детский диабет, его относили и относят к первому типу диабета, то вот те формы сахарного диабета, которые человек приобретает в течение жизни, они появляются позже. Эти все формы сахарного диабета появляются, и мы давайте выделим несколько причин. Первое. Конечно же, в первую очередь, при сахарном диабете ломается такая часть в организме, как управление поджелудочной железой из головного мозга. Центральная нервная система. Или стресс. Просто говоря, стресс. Неуправляемый стресс. Стресс, который человек накапливает, стресс, которым он не знает, что делать, и стресс, который завладевает мозгом, нарушая отношения головного мозга, центральных гормональных центров управления и самой поджелудочной железы. Потому что при сахарном диабете поджелудочная железа должна выделять инсулин. Этот инсулин должен помогать глюкозе попадать в каждую из 5 триллионов клеток. Это, в общем, задача. Нарушается что-то в этой цепи, появляется сахарный диабет. Или вначале непереносимость глюкозы. Или повышенная толерантность к глюкозе. Итак, первое, что нарушается, это центральная нервная система. Стресс. Мозг выходит из строя. Каким-то образом я расскажу точнее. И после чего поджелудочная железа перестает выделять достаточное количество инсулин. Еще одна поломочка, такая поломка, при которой развивается сахарный диабет, касается нарушения работы органов пищеварения. В чем я смог убедиться, работая в хирургическом отделении. За много лет я видел десятки, а может и сотни таких людей, которые сначала заболевали каким-то воспалением поджелудочной железы. Или на фоне атеросклероза, или на фоне инфекции, или на фоне приема алкоголя. И несколько лет подряд они могли появляться в хирургическом стационаре с проблемой поджелудочной железа, панкреатит. А потом, спустя 5-7-10 лет, вдруг при очередном поступлении в отделение, мы обнаружили у них повышение уровня глюкозы в крови. То есть, развивался вторичный сахарный диабет по причине нездоровья в органах живота. Это вторая причина. И то, что должен знать буквально каждый человек с целью не заболеть, с целью не допустить или выздоравливать. Третья причина, при которой развивается сахарный диабет, она достаточно новая. И озвучена в науке медицинской недавно, несколько лет как. Это страдание иммунитета. Когда иммунитет определенным образом страдает и развивается его агрессивность в отношении чего-то в организме, например, как бронхиальная астма в отношении бронхов, иммунитет агрессивен, становится агрессивен. Вот также при некоторых формах развития диабета иммунитет может быть причиной. Иммунитет начинает быть агрессивным против самого инсулина или против рецептора инсулина. Где-то вот в этой цепи работы инсулина, иммунитет начинает атаковать свой собственный организм. То есть до этого человек, ходя просто по планете Земля, ничего не знал про сахарный диабет, но не заботился про свой иммунитет. И таким образом пострадал его иммунитет. И в определенных случаях он приводит к появлению иммунозависимых, иммунокомпетентных форм сахарного диабета. Я назвал три причины, три причины. И если вы только о них будете знать, вы уже вооружены. А предупрежден, вооружен, значит можно уже понимать, что делать в отношении этих будущих поломок или возможных поломок. Но прежде чем мы перейдем к ремонту, к недопущению поломок, я все-таки хочу рассказать полностью про диабет. Что же он себя представляет как угроза? Диабет как угроза для человечества сегодня первая. Представляет, почему его считают, почему он в топе, почему много людей умирает. Потому что реально диабет влияет на все. На все это значит на все. Когда у человека развивается диабет, буквально накапливаются токсины, шлаки, грязь, другими словами, во всех органах и системах. Во всех органах и системах организм представляет собой вот такое скопище грязи. Везде, во всех тканях, во всех, во всех, и особенно, особенно диабет начинает бить туда, где много мелких капилляров. И от этих капилляров зависит жизнь. Например, глаз. Вы, наверное, слышали, что при диабете одно из того, что страдает в человеческом организме, это глаза. Сетчатка. Потому что там много очень капилляров, и они от грязи забиваются, перестают работать, развивается ангиопатия, сетчатки, и все. И слепота. Конец слепота. При диабете это одна из ужасных угроз. Вторая ужасная угроза касается того, чем занимается собственная хирургия. То есть, я, в частности, занимался в течение 15 лет. Когда диабет поражает не просто сосуды, а мелкие сосуды, питающие крупные сосуды. Есть такие сосуды, сосуды, капилляры, которые кормят стенку сосуда. И развивается буквально сначала микроангиопатия, а потом и макроангиопатия с присоединением атеросклероза. Итак, диабет, благодаря своей страсти загрязнять организм, поражает сначала глаза, или в первую очередь глаза, это очень опасно. Конечно, сосуды, особенно в ногах, и мне приходилось делать десятки и сотни ампутаций, пальцы в ног, при диабете. Когда развивается диабет, осложняя ангиопатии, и развивается, вот, например, целый синдром диабетической степы, где и сосуды поражены, и нервы поражены токсинами, токсинами и уровнем высоким сахара. Высокий уровень сахара для нервной системы является токсином, является ядом. Нейропатия развивается в том числе и в ногах, и не только в ногах. И третье, что происходит при диабетической ноге, это еще одно грозное осложнение. Конечно, страдает иммунитет из-за грязи, из-за болота, из-за того, что клетки крови недополучают энергию, иммунитет резко снижается при диабете, что и может быть приводить к переходу второй формы диабета, второго типа, в первый, у взрослых уже людей, когда иммунитет тоже страдает. Но в ногах это имеет особенную угрозу. Третье, где, четвертое даже, где диабет отражается на качестве жизни и просто начинает уничтожать жизнь в буквальном смысле. Это поражение почек. Почки, это особенные органы, они фильтруют кровь, выводя мочу, и там много капилляров в клубочках, в каждом клубочке в почке, в каждой почке в каждом клубочке, много капилляров. Эти капилляры забиваются, развивается нефропатия, нефросклероз и последующим переводом пациента на аппарат искусственная почка, гемодиализм. То есть, человек становится не просто инвалидом, он становится инвалидом, привязанным к аппарату, который стоит только в стационаре. И несколько раз в неделю надо туда приезжать, очищать кровь и так далее. Кроме того, что диабет сам по себе грозный, а еще он грозный, конечно же, комами. Потому что люди при сахарном диабете, зависимы от приема препарата, и если вдруг препарат принял не вовремя, не так, чуть-чуть некорректно, или наоборот, что-то в жизни произошло, например, с стрессом, с перееданием, человек может попасть в такую ситуацию, где сахар крови или резко падает, или резко повышается, и просто наступает состояние бессознательное, кома, кома, что, естественно, угрожает жизни. Человеку нужно сразу, сразу, скорой помощью, интенсивной терапии поступать в отделение реанимации уже, не просто терапии, а реанимации, и спасать за считанные минуты, такого человека нужно спасать за считанные минуты. Это сам диабет. Буквально только то, чем он опасен. Кроме того, что диабет опасен, я должен сказать, что, когда приходит диабет, он никогда не бывает один. Диабет никогда не приходит сам. Диабет всегда приносит с собой кучу болезней. Диабет, ну, помимо того, что он развивается на общей платформе, так сказать, допустим, нервная система долго жила в стрессе, и с одной стороны начался диабет, но с другой стороны человека может страдать само по себе кровообращение головного мозга, могут развиваться инсульты, могут развиваться инфаркты, могут развиваться пищеварения, осложнения разные, другие, плюс диабет. Диабет плюс проблемы пищеварения, диабет плюс проблемы в ногах, диабет плюс проблемы в почках, диабет плюс гипертония, диабет плюс атеросклероз. Атеросклероз сам по себе может привести к диабету, например, поражая сосуды в животе, верхнебрежечную артерию, чревный ствол. Или же наоборот, диабет может привести к появлению атеросклероза, И тогда вот эта сладкая парочка, диабет и атеросклероз, мы это называли тотальным убийцей Просто это убийца, с которым в стационаре было бороться практически невозможно Когда был и диабет, и атеросклероз То есть диабет сам не приходит Что предлагает медицина классическая сегодня? Давайте скажем правду Правду, это значит, вы можете пойти и проверить Где? На сайте Всемирной Организации Здравоохранения Зайдите или в какой-то клинике хорошей эндокринологической И почитайте статьи про диабет Что вы там должны увидеть, что вы там увидите Вверх вы увидите, что сегодня при сахарном диабете Человеку все, что предлагают, буквально все Это снижать уровень сахара в крови Снижать То есть инсулин неэффективен Сахара много Человеку предлагают чужой инсулин Искусственный Ну я немножко утерю, конечно И вследствие того, что человеку вводят чужой искусственный инсулин Свой собственный работал плохо А со временем начинает работать еще меньше Потому что введение искусственного инсулина Это не что иное, как протезирование С последующим усыханием своей собственной функции Сегодня вот в таком предложении В таком варианте работает Так называемое лечение диабета Что вообще лечением не является Сегодня сахарный диабет во всем мире В таком-то кризисе диабетическом И мы начинали применять огромное количество мощнейших, дорогущих препаратов И за каких-то две недели мы добивались стабилизации И все Болезнь никуда не девалась Осложнение никуда не девалось Но состояние приходило в какую-то стабильность И это уже было огромное достижение Огромное достижение Как понимать диабет? Что же произошло? Ходил человек здоровый И вдруг у него случается диабет Вот от состояния ходил здоровый И вот здесь диабет Что здесь поломалось? По дороге от здорового до диабет Что поломалось? Поломанные ресурсы Это является основанием для того, чтобы Технологизировать оздоровление и профилактику То есть перейти к решению Поломками при сахарной диабете Как я считаю И это вижу на практике Являются первое, как я уже сказал Перегрузка нервной системы То есть неконтролируемый стресс Стресс, который выводит из себя весь головной мозг Мозг ночью спит плохо Восстанавливается плохо Баланс в гормональной системе выходит из строя Пожелудочная железа не поднимает мозг Мозг не поднимает пожелудочную железу Это старт сахарного диабета Вторая поломка, как я сказал при сахарном диабете Это нарушенное пищеварение Плохая работа пожелудочной железы Сама пожелудочная железа небольшой орган Ну буквально в смысле он вот как рыбка Как средняя рыбка такая Рыбка, карасик Карасик какой-то Хороший карасик речной Вот где-то такого размера И эта пожелудочная железа Она, представьте себе, вырабатывает инсулин Для всего организма Каждый день, всю жизнь Ну давайте спросим Ей что-то надо вообще дать? Конечно надо Ей нужно дать кровоток Ей нужно дать иммунитет Ей нужно дать хорошее состояние нервной системы Чтобы позвоночник был хорошо работать Не было загрязненности в животе Не было застоя, запора Не было нарушенного кровотока Чтобы иммунитет работал Вот все Этот такой вот размера карасика пожелудочная железа Она обеспечивает вот сколько масштаб И нуждается буквально раз, два, три, четыре Обычно люди об этом не знают вообще Или думают, что пожелудочная железа счастье Это когда мы кушаем, но не так много Не веду, а пол ядра съедаем за обед И это уже ей счастье Ничего подобного Для пожилой железы счастье, когда она обеспечена кровотоком Иммунитетом, работой нейросистемы и своевременным очищением Еще один ресурс, который ломается при сахарном диабете Это кровь Ну хотя кровь первично может быть в плохом состоянии Неухоженная и приводить к сахарному диабете Но также и наоборот Можно правильно сказать, что когда развивается диабет То кровь становится очень густой и очень грязной Густой, вязкой и грязной Что является основанием для развития осложнений при диабете Как я уже говорил Это основные поломки при сахарном диабете Что мы увидели за весь период Я занимаюсь ресурсной медициной 15 лет Что я увидел Я увидел, и это, кстати, меня сначала потрясло Я не планировал это увидеть Я увидел, когда человек Зашел, начал оздоравливаться Начал применять каждый день Оздоровление Вот согласно этих поломок То есть На ножном массажере делал массаж Снимая стресс вечером Потом на Мастер Плюс Делал массаж Вытяжение прижигания шейного отдела Прижигания суных артерий Улучшая кровоток И расслабляя мышцы шеи Готовя мозг к ночному сну Потом этот человек Продолжал спать ночь На тепловом квантабовом ковре Делая для своей нервной системы Тепло, ионы, магнитное поле То есть всю ночь Мозг получал ресторан Ничто иное, как ресторан Во время ночи Ты спишь, а организм получает Все, как в ресторане Тепло, ионы, магнитное поле Потом утром этот человек Вставал, занимался животом Делал прижигание на Мастер Плюс Сделал миостимуляцию Очищал свой кишечник И облегчал работу пожилой железы Усиливая кровоток И стимулируя иммунный ответ туда А в течение ночи, конечно же На большом квантабовом ковре Разжижалась кровь Когда человек делал всю такую программу Я замечал И не только я И мы лучшие истории собираем И ставим в YouTube, Facebook Можете смотреть Через неделю В течение недели Сахар крови начинал снижаться устойчиво В начале могли быть 2-3 дня Повышения сахара крови Потому что грязь вся выделяется Из организма В кровь И соответственно уровень глюкозы растет Но в течение недели 10 дней 7-10 дней Сахар начинает снижаться При замеривании его При утром Когда человек делает замеры утренние Каждое утро одинаково То устойчиво снижается сахар В течение первого месяца Уже приходилось Как обычно приходится Коррегировать дозу инсулина Или сахароснижающих препаратов Через 2 месяца Легкие формы диабета Просто Исчезают Сахар крови приходит В абсолютную норму Никогда больше не повышается При том, что человек продолжает Применять эти все оборудования И через несколько месяцев Врачи вынуждены Констатировать Факт отсутствия диабета Выздоровления Что кстати документально Еще до сих пор Практически мало где разрешено Или не разрешено чаще То есть невозможно Врачи говорят Я не знаю как вам снять Диагноз сахарного диабета Потому что мне законодательно Этого делать нельзя При средних формах Сахарного диабета Когда диабет длится Определенное время Уже появляются первые осложнения То обычно Эта же программа Приводит к тому Что за 2 месяца Наступает Устойчивое снижение И коррекция инсулинотерапии А за 4 месяца Уже приходим К появлению Полного признания Отсутствия диабета То есть диабет снимается Как диагноз Что касается осложнения Потрясающая Потрясающая Совершенно Потрясающая ситуация Я видел С начинающейся гангренной ног При диабете Когда уже гангрена Клинически Факт Ставится задача Или предлагается уже Программа Ампутации ног Человек начинает Оздоравливаться По полной программе Как мы сказали Начиная с ножного массажера Сон на ковре Массаж шейного отдела Прижигание сонных артерий На мастер плюс И утреннее очищение живота При миосимуляции мастер плюс Акцентируя Акцентируя прижигание В стопах На ножном массажере Или на мастер плюс И за 2-3 дня Гангрена Визуально Уходит Через неделю Две Снимается Диагноз гангрена Снимается Показание Компутации Для меня Для хирурга Это Ну Понимаете Мне хочется Потом Свой Диплом Просто Не знаю Что с ним делать Потому что я как доктор Говорю Невозможно Это происходит Раз Это происходит Два Мы снимаем Видео Это происходит Десятки раз Мы ставим Видео Мы обсуждаем Эту тему С учеными За что кстати Удостоился Я золотой медаль Чижевского И обсуждения В мире Ученых В мире Ученых Вопроса Самоизлечения Сахарного диабета Включая Осложнение Также Можно Говорить о том Что даже Состояние Нефропатии С почной Недостаточностью Подвластно Такому Оздоровлению В том числе И уход От Гемодиализа Уход от Гемодиализа Что для Нефрологов Тоже Все в мире Непонятно Как этот человек Пришел на гемодиализ Он должен оставаться Всю жизнь Он начинает Делать правильные вещи Делать прижигание На мастер плюс Оздоровляет Область почек Работает С иммунитетом Работает Ширным отделом Все как мы Уже говорим Уходит От гемодиализа Включительно То же самое Касается И осложнений При сахарном диабете В глаза Где Незапущенные Формы Регрессируют Незапущенные Формы Дистрофии Сетчатки Регрессируют То есть Уходят Снижают Свою мощность Так сказать С формы 2 Форму 1 Или уходят вообще Или уходят вообще Это про то Как Обычные люди Не имея образования Берут Оборудование Свои руки Следуют Программе И выздоравливают Из чего же Состоит программа Я практически Уже про нее рассказал Только Напомню Берем Берем Отдельно Взятые Сутки Которые Начинаются По моему Твердому Беждению Вечером Сутки Начинаются Вечером Когда ты Отработал Издевался Со своего Организма Как мог В течение дня Наступает Отвечет Что первое Первое Ты должен Сделать Массаж Для стоп Час Полтора Снять Стресс С головного Мозга Конечно же В начале Когда в самом Начале Вы начинаете Оздоравливать Свои стопы Имея за плечами Приличный диабет Вы должны Понимать Что Чувствительность В стопах Снижена Из-за нейропатии Потому Первые Две недели Даже Месяц Прижигание В стопах Предлагаю Делать Крайне Аккуратно Крайне Аккуратно На самых Минимальных Режимах Но Массаж Должен Быть Для того Чтобы Стресс Снялся Стресс Уходил Из головы За счет Массаж Вторая Часть Работы С собой Она Тоже Вечернее Время Она Касается Всего Позвоночника Потому Что Эмунитетом Рождается И Акцентированная Работа Шейным отделом На Мастер Плюс На Мастер Плюс Для Вытяжения Позвоночника Прижигания Разогревания Мы В это время Во первых Собираем Подготовить Позвоночник К рождению Иммунитета Ночью Дальше Переправляем Позвоночник На Хвантоволый Большой Ковер На всю Ночь На весь Сон Ну и Акцентированно Работаем Шеи Для того Чтобы Мозг Чувствовал себя Прекрасно В течение Ночи Был Ухожен И Баланс Гормональный Выверял Выверял Отключая Поломки Скажем Простым Простым Языком Когда Человек Спит Мозг Занимается Тем Что он Поломки Все Расставляет На местах Выключает Выключает Поломки Отслеживает Ошибки Делает Дефрагментацию Клининг И очистку Реестр Все это Происходит Ночью И мы Вечером Готовим Шею Прижигая Сонные артерии И делаем Массаж И выждежение На Задней части Шеи На Мастер плюс Ночь проводим В ночном В большом Хвантаболовом Ковре Большой Хвантаболовый Ковер В ночное Время Делает Несколько Правильных Вещей Для того Чтобы Исчез Диабет Или не Появлялся Разжижается Кров Вводятся Токсины Из крови Тепло Магнитотерапия И организация Орошают Нервную Систему И нервная Система Более Идеально Приводит В порядок Все то Что нарушено Включая Отношение Мозга И пожелочной Железы Утреннее Время Конечно же Нужно посвящать Самой пожелочной Железе В животе Делаем Массаж На миусимуляции Прижигании Мастер плюс И прижигании С вытяжением Сегментов 6-7 В грудном Отделе Для того Чтобы нервная Система Работала Хорошо Для Самой пожелочной Железы Ухоженные Ноги Ухоженные Почки Ухоженные Глаза Ухоженный Живот Ухоженная Шея И сон Это входит В программу Оздоровления При сахарном Диабете Итак Эта программа Для того Чтобы уйти От диабета И Эта же Программа Для того Чтобы никогда Диабет Не появлялся Если вы Находитесь Например В группе риска Будучи В пожилом Возрасте Имея за плечами Гипертонию Имея за плечами Лишний вес Эта программа Для того Чтобы выздороветь От диабета И для того Чтобы им Не заболеть С целью Профилактики Мы говорили Сегодня с вами О такой Одной Из самых Страшных Проблем Всего Человечества Последние 30 лет Диабет Занимает Пятерочку В топе В этой программе Которой я озвучил Для вас Лично Есть Полная Гарантия Не допущение Диабета В свою жизнь Или Выздоровление От него Если он Есть В следующей Передаче Мы с вами Будем Говорить Уже Про Другую Задачу Я вам Сегодня Желаю Чтобы вы Вместе Со своей Семьей Сделали Все Для того Чтобы Жить И про Диабет Вообще Не думать Это Можно С Прекрасными Оборудованиями Компанией Life Medical С Ресурсным Подходом И Воплощением Той Программы О которой Говорили В сегодняшней Встрече Желаю Вам Здоровья Хорошего Настроения Хорошего Сна Хорошей Работы Поджелудочной Железы И всего Пищеварительного Тракта И Продолжение следует